Здравствуйте! Наше задание – округлить корень квадратный из 45 до сотых. И, я полагаю, вряд ли от нас хотят, чтобы мы воспользовались калькулятором, а затем получившееся значение округлили. Это было бы слишком просто. Попробуем извлечь корень квадратный своими силами. Запишем вот сюда – корень квадратный из 45. Итак, 45 – это не полный квадрат, т.е. в результате извлечения корня квадратного из 45 мы не получим целое число. Давайте сравним корень квадратный из 45 с точными корнями. Корень квадратный из 45 меньше корня квадратного из какого числа? Из 49. 49 – это 7 в квадрате, и корень квадратный из 45 больше корня квадратного из 36. Корень квадратный из 36 – это 6, а корень квадратный из 49 – это 7. Следовательно, значение корня квадратного из 45 находится где-то между 6 и 7. И если мы посмотрим, то 45 расположено в 4 делениях от 49 и в 9 делениях от 36. А разница между 36 и 49 равна 13. Значит, расстояние между 36 и 49 равно 13. Другими словами, расстояние между 6 в квадрате и 7 в квадрате равно 13. А расстояние между 36 и 45 равно 9. Можно сделать предположение, хотя оно и не будет совсем точное, так как это квадраты, что значение корня квадратного из 45 расположено в 9,13 деление от корня квадратного из 36. Значит, корень квадратный из 45 находится ближе к корню квадратному из 49, то есть к 7, чем корню квадратному из 36. 9,13 – это около 2,3. Следовательно, значение корня квадратного из 45 приблизительно 6,7. Но давайте все делать постепенно. Я предлагаю преобразовать 9,13 в десятичную дробь. Для этого нам нужно 9 разделить на 13. В 9 не содержится ни одного числа 13. Значит, пишем 0 и ставим десятичную запятую. А сколько чисел 13 содержится в 90? Если возьмем 7, то это будет 91. Значит, в 90 13 содержится 6 раз. 6 умножить на 3 равно 18. И 6 умножить на 1 – 6. 6 плюс 1 – это 7. Теперь вычитаем и получаем 12. Итак, в 90 13 содержится почти 7 раз. 7 умножить на 13 – это 91. Поэтому в 120, я полагаю, 13 содержится 9 раз. 9 умножить на 3 – это 27. 9 умножить на 1 – это 9. 9 плюс 2 – 11. Вычитаем, и в остатке получаем 3. Значит, корень квадратный из 45 находится приблизительно в 0,69 деления, или в 0,07 деления от 6. Значение корня квадратного из 45 будет примерно 6,7. Давайте проверим. Возведем 6,7 в квадрат. Итак, 6,7 умножить на 6,7. 7 умножить на 7 – это 49. 7 умножить на 6 – это 42. И плюс 4 равно 46. Здесь будет 0. 6 умножить на 7 – это 42. 2 пишем, 4 запоминаем. 6 умножить на 6 – это 36, плюс 4 равно 40. Теперь складываем. 9 плюс 0 – это 9. 6 плюс 2 – это 8. 4 плюс 0 – это 4. И здесь 4. После запятых у двух множителей две цифры. Значит, и в ответе мы отделяем две цифры запятой. И это будет 44,89. Как видите, 6,7 действительно очень близко к значению корня квадратного из 45. Но этого нам недостаточно. Нам нужно округлить значение корня квадратного из 45 до сотых, а не до десятых. Мы можем с уверенностью сказать, что 6,7 в квадрате меньше 45. Или же 6,7 меньше корня квадратного из 45. А что, если корень квадратный из 45 равен 6,71? Попробуем возвести в квадрат это число. Итак, 6,71. Квадрат 6,7 почти равен 45. Немного меньше, поэтому я предположила, что именно 6,71 нам подойдет. Умножим 6,71 на 6,71. В этом задании мы не используем калькулятор вообще, мы все делаем вручную. 1 умножить на 1 – 1. 1 умножить на 7 – 7. 1 умножить на 6 – 6. Здесь 0. 7 умножить на 1 – 7. 7 умножить на 7 – 49. 7 умножить на 6 – 42. Плюс 2 равно 46. Здесь пишем уже два нуля. 6 умножить на 1 – 6. 6 умножить на 7 – 42. 6 умножить на 6 – 36. И плюс 4 равно 40. Интересно, что у нас получится? Ведь мы число, которое возводим в квадрат, увеличили всего лишь на 1 сотую. Итак, 1 плюс 0 плюс 0 равно 1. 7 плюс 7 плюс 0 равно 14. 1 плюс 6 – это 7. 7 плюс 9 – 16. И плюс 6 равно 22. 2 плюс 6 плюс 2 равно 10. 1 плюс 4 – это 5. И просто сносим 4. И у нас 4 знака справа от запятых. Значит, и в результате мы отделяем 4 знака. Таким образом, мы можем сказать, что 6,71 в квадрате – это 45,241. Значит, 6,71 совсем немного больше корня квадратного из 45. Итак, мы знаем, что 6,7 немного меньше корня квадратного из 45, а он, в свою очередь, немного меньше 6,71, поскольку если мы возведем в квадрат 6,71, мы получим значение чуточку больше 45. Обратите внимание, квадрат 6,7 на 11 сотых меньше 45, а квадрат 6,71 больше 45 на 2 сотых. Следовательно, именно 6,71 ближе к значению корня квадратного из 45. И если у нас в задании сказано округлить до сотых корень квадратный из 45, то это будет 6,71. На этом все. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...